МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно с помощью приложения. В приложении Яндекс.Карты все автобусы Нарьинмарского автотранспортного предприятия отмечены специальными иконками. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находится транспорт, а если нажать на иконку остановки, то можно получить информацию, через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно. Если раньше эта идея была реализована у нас частично, только на Android, теперь на всех операционных платформах работает. Движение автобусов в режиме реального времени очень удобно для пассажиров, как я считаю. Можно выходить уже по времени, не только по времени, но и посмотрев реальное отображение на карте движения автобуса. Фактически мы проводили несколько недельше тестовые испытания. Тестовые испытания у нас прошли успешно, четко отображается вся техника. При нажатии на иконку остановки Яндекс.Карты показывают список всех номеров транспорта, которые через нее проходят. Для того, чтобы следить за движением автобусов, нужно включить отображение транспорта. Это можно сделать в веб-версии карт и в мобильном приложении. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки. В Ненинском округе выбран второй региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами. По итогам конкурса им стало предприятие «Севержилкомсервис». Об этом на еженедельном совещании при главе региона сообщил исполняющий обязанности руководителя профильного департамента Павел Масюков. Сейчас профильный департамент готовит соглашение с предприятием. Это историческая дата. Наконец мы обрели второго регоператора. Один у нас был, теперь второй. И фактически мы с вами этот год заканчиваем с тем, что у нас два регоператора. То есть фактически ту задачу, которую нам ставили несколько лет тому назад, мы выполнили, ну теперь осталось только хорошо, качественно работать этим регоператором. И желательно, чтобы их тарифы были щадящие, чтобы они не легли тяжелым временем, на плечи жителей. Напомним, что первым региональным оператором стало городское предприятие «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию». В зону его ответственности входят город Нарьенмар, поселок Искателей, село Тельвиска и поселок Красное. Во второй зоне остальные сельские поселения. Тарифы по вывозу твердых коммунальных отходов обсудили окружные парламентарии на очередном совещании. На территории Нинецкого автономного округа переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами осуществлен в 2020 году. Выделены две зоны деятельности региональных операторов. За первую зону городская агломерация, а также поселки Искатели и Красное и село Тельвиска несет ответственность городское предприятие «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию». Вторую зону территорию сельских населенных пунктов обслуживает Север-жилкомсервис предприятия Заполярного района. На этапе прогнозирования размеров тарифа в 2019 году были выявлены основные проблемы с точки зрения тарифного регулирования, которые не устранены до настоящего времени. Среди проблем в первой зоне деятельности – отсутствие газоснабжения на объекте обезвреживания ТКО. При установлении тарифов расходы на приобретаемые энергоресурсы комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию скорректированы с уменьшением на 25 миллионов рублей. Исключены нецелесообразные расходы на дизельное топливо и включены расходы на природный газ, так как у предприятия есть возможность осуществить присоединение к газовым сетям. Данное решение на 30% сократило необходимую валовую выручку и тарифы регионального оператора, обеспечив доступность услуги по обращению с ТКО. В немецком автомобиле в прошлом году это было 2,4% средний, по этому году также 2,4% – это самый низкий индекс по субъектам в 2020 году. На 2021 год индексы правительственным еще не утверждены, но есть, скажем так, письма ФАСа, которыми не согласовывают параметры с заинтересованными ведомствами. По нам на следующий год стоит 3,8 изменения. У соседей, у Архангельска 3,7, в коме как у нас 3,8. Вторая зона деятельности – территория Заполярного района с дорогостоящей логистикой. Определяющая статья за отрат регионального оператора второй зоны – это транспортировка ТКО. 87% в сумме необходимой валовой выручки. Для снижения стоимости услуг по обращению с ТКО во второй зоне необходимо увеличение срока накопления ТКО на площадках с 11 до 36 месяцев. В соответствии с существующей территориальной схемой обращения с ТКО региональный оператор вынужден вывозить отходы исключительно в город Нарьенмар. Отсутствие заключенного межсубъектного соглашения с Архангельской областью и Республикой Коми на размещение ТКО препятствует транспортировке ТКО из населенных пунктов полуострова Канин, Малоземельской тундры, Запада и островов Ненецкого округа на ближайшие объекты размещения ТКО на территории соседних субъектов. Для населения повысить тариф выше предельника не можем. И вся та экономическая ситуация с ростом топлива и изменением потребления, она и влияющий на тариф, она ложится на экономически обоснованный тариф и приводит к дополнительному субсидированию, либо росту платежей юридических лиц. По мнению Сергея Андреянова, снизить стоимость услуг по обращению с ТКО в целом и тарифа для юридических лиц и предпринимателей можно путем частичного замещения субсидии юрлицам в целях возмещения недополученных доходов на субсидии на транспортировку ТКО водным транспортом. Первый участок дороги Нарима-Русинска готовят к укладке дорожной одежды и щебня. Активная фаза работ начнется после наступления холодов. Как сообщили в департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа, устройство дорожного полотна и щебня начнется после наступления холодов. Идет подготовка земляного основания для укладки дорожной одежды на трех этапах первого участка. Их общая протяженность составляет более 23 километров. Подрядчик уже завез грунт. В настоящее время идет поставка инертных материалов с промежуточного склада. Рабочие укрепляют откосы дороги биоматами и монтируют водопроводные трубы. Дорожные работы ведутся на трех этапах первого участка. Их выполняет подрядчик из Санкт-Петербурга «Компания Техносфера». Протяженность первого и второго этапа дороги составляет более 11 километров. Контрактные сроки завершения строительства – 30 октября 2021 года. Однако второй этап подрядчик намерен сдать с опережением до конца 2020 года. Протяженность третьего этапа первого участка дороги составляет 12 километров. Работы на нем начались в феврале текущего года. Подрядчик возводит земляное полотно с использованием местных материалов. Завершение строительства согласно условиям контракта – не позднее 20 октября 2023 года. Строительство трассы реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дети Арктики. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики представило проект программы, в котором нашли отражение предложения поступившие с субъектов арктической зоны. Участие в совещании приняла Римма Галушина, член Совета Федерации от Ненинского округа. Сейчас Минвосток Развития совместно с Советом Федерации ведет проработку ряда инициатив для того, чтобы в ближайшее время стратегия «Арктика-2035» была полноценно сформирована, и проект «Дети Арктики» начал работу с 2021 года. В ходе недавних парламентских слушаний было рекомендовано рассмотреть вопрос о финансировании летнего отдыха детей, проживающих в арктической зоне. Вопрос о предоставлении федеральной помощи на организацию летнего отдыха юных северян решен, но в настоящее время не определен механизм финансирования. Я считаю, и в принципе это мнение других коллег моих, что это должна быть отдельная программа, которая постепенно будет наполнена другими направлениями. Принято решение, что в течение недели этот вопрос будет решен. Планируется, что за счет федерального бюджета будет оплачиваться 100% стоимости проезда и 50% стоимости путевки. На 2021 год уже запланировано выделение более 4 миллиардов рублей на эти цели. Я высказала мнение, что федеральная поддержка должна распространяться не только на организованные группы, но и на родителей, которые самостоятельно организуют отдых своих детей. Поскольку не все родители, особенно это касается тех, кто проживает в сельских населенных пунктах, имеют возможность вывезти своего ребенка на отдых. И даже те, которые вывозят, несут большие транспортные расходы и средств, конечно, на культурно-познавательную программу, у них остается немного. Кроме того, Римма Галушина отметила, что программа должна быть наполнена и другими направлениями. Их также обсудили в ходе совещания. В частности, оценка состояния здоровья детей Арктики, вопросы формирования этнической идентичности, доступность качественного образования для детей-кочевников и другие. Предложения регионов будут учтены. Нарьинмаре ввели запрет выхода на лед в необорудованных местах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Соответствующее постановление подписал глава Нарьинмара Олег Белак. Выход на лед водоемов запрещен на время становления льда. Ледовое покрытие должно достигнуть безопасной толщины не менее 10 сантиметров. Под запретом выезд и стоянка на льду автотракторной техники. Это касается мест, не оборудованных, ледовой переправой и соответствующими запрещающими знаками безопасности. Запрет на этот период вводится ежегодно в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду в осенне-зимний период. Так, 24 октября провалились под лед в районе городских очистных сооружений двое мужчин. Они ехали на снегоходе из Нарьинмара в Тельвиску, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Нянинскому округу. Одному мужчине помогли выбраться очевидцы на аэролодке, второй пропал без вести, его поисками занимались три дня. Обследовано 300 квадратных метров дна в районе места провала снегохода. Поисковые работы осложнялись тем, что лед на реке образуется очень быстро. 26 октября тело погибшего мужчины обнаружено спасателями. В период становления льда управлением ВД России по Нянинскому округу и Центр ГИМС МЧС России будут проводить совместные рейды по контролю запрета выхода на лед. Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова